Светлана Михайловна У нас многие стесняются написать про любовь, хотя про неё думает любая девчонка. В её фильмографии всего две роли. Несмотря на неизбывшееся желание стать драматической актрисой, Людмиле Архаровой удалось связать жизнь с искусством и прочно занять свою профессиональную нишу. Десять лет она служила сцене и более двадцати отдала педагогике, заработав репутацию одного из лучших преподавателей Подмосковья. Людмила Дмитриевна появилась на свет в апреле 1949 года в деревеньке Клишево, неподалёку от Москвы. Её родители были обычными тружениками, никак не связанными с творчеством. В девочке же напротив рано проявились артистические задатки. Она замечательно пела и в 1968-м поехала на поступление в столицу. В Москве Абитуриенко отправилась в Щукинское училище, но по конкурсу туда не прошла. Чтобы не терять времени даром, девушка поступила в педучилище номер два, окончив которое, недолго преподавала в школе городка Раменское. В начале 70-х Архарова решила ещё раз испытать себя, подала документы в ГИДИС и поступила. На факультете музыкальной комедии Людмила считалась лучшей студенткой своего потока. В 1976-м она выпустилась из луза с красным дипломом. В кино Людмила Дмитриевна успела сняться дважды. В конце 60-х, во время неудачных экзаменов в Щукинском училище, девушке повстречался кто-то из помощников Станислава Ростовского. Станислав Иосифович находился в поиске юных актёров для картины «Доживём до понедельника» и Люду позвали на пробы. В результате ей достался образ Надежды Агарышевой, старшеклассницы, написавшей сочинение о семейном счастье. Я, например, хочу встретить такого человека, который любил бы детей, потому что без них женщина не может быть по-настоящему счастливой. Если не будет войны, я хотела бы иметь двоих мальчиков и двоих девочек. Да, двоих мальчиков и двоих девочек. Год спустя Архарову пригласили в фильм режиссёра Григорьева «День и вся жизнь». В образе героини второго плана она снялась в нескольких эпизодах киноповести. В 1971-м судьба чуть не подарила Людмиле шанс вновь попасть на экраны. Эдмонд Киосаян подумал ввести её в корону Российской империи или снова неуловимой на роль Ксанки вместо артистки Валентину Курдюковой, находившейся в то время в декретном отпуске. Однако к началу съёмок Курдюкова вернулась в строй и необходимость в замене пропала. После выпуска из ГИТИСа Людмила распределилась в детский музыкальный театр, носящий сегодня имя своей создательницы Натальи Сац. Спустя 4 года она перешла в штат Центрального дома Советской армии на должность артистки концертного ансамбля. С середины 80-х основным направлением деятельности Архаровой стало преподавание. Сама опытная вокалистка на долгие годы успешно обучала ребятишек мастерству пения. Личная жизнь На протяжении 12 лет женщина прожила в браке с коллегой по театру Сергеем Иваненко. Единственный ребёнок пары, дочка Виктория, пошла по родительским стопам и также выбрала профессию музыканта. В последние годы актриса руководила детским хором, организованным при воскресной школе одного из подмосковных приходов. В начале 2012 года Людмила Дмитриевна впервые пожаловалась на недомогание. Болезнь развивалась стремительно и уже в сентябре 2012 года Архарова покинула этот мир. Её похоронили в Раменском районе на сельском погосте деревни Дементьева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова